В Ташкенте организованы специальные курсы повышения квалификации. Целевая аудитория, руководящие сотрудники Государственного комитета по делам семьи и женщин. Подробнее о первом этапе тренингов расскажет Лилия Боратова. На сегодняшний день растет число женщин, занятых в различных отраслях экономики, производства, сельского хозяйства, системы органов исполнительной власти и многих других. Роль женщины повышается на самом высоком уровне. Об этом свидетельствует и подписанный в начале марта главой государства документ об организации деятельности Государственного комитета семьи и женщин. В состав комитета вошли единомышленники всех профессий. Помимо всесторонней помощи женщинам, прерогативу комитета входят и полномочия по внесению представлений, обязательных к исполнению и касающихся нарушений законодательства в области поддержки семьи и женщин. На сегодняшний день уже сформированы группы, все они прибыли в столицу для участия в семинар-тренинге. Здесь же будут определены конкретные меры работ региональных, областных и городских комитетов. И уже после этого будет подготовлена соответствующая дорожная карта. Цель специальных учебных курсов – это организация работы представителей комитета и его структурных подразделений. Сегодня первый день учебных курсов. Предусмотрен охват 90 женщин, представителей центрального аппарата и региональных заместителей хакимов, одновременно начальников управления семьи и женщин. В ходе курсов предусмотрен ряд важных тем для налаживания эффективной работы на местах, такие как охват детей государственными и негосударственными дошкольными образовательными учреждениями женщин, потерявших кормильца. И обеспечение прав и законных интересов женщин. Объем работы немалый. Перед каждым руководителем стоят определенные задачи, нацеленные на поддержку женщин в Узбекистане. Ожидается проведение работ по таким направлениям, как трудоустройство, создание достойных рабочих мест, образование, повышение правовой грамотности, поддержка женщин, занимающейся наукой и другие важные и актуальные вопросы. Все они сегодня легли в основу диалоговой площадки. Мы должны узнать, чем заниматься и как мы должны вести работу. И эта работа должна быть организована и системна. На сегодняшний день мы занимаемся тетрадями женщин, но и должны заниматься женщинами, которые в обществе занимают лидерством, предпринимательством, учеными, степенями. Обучающий семинар пройдет в три этапа, но уже после первого будет составлена дорожная карта, по которой начнется первоначальная работа руководителей комитета. Курсы повышения квалификации разработаны по программе, предоставленной со стороны Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. Обучающие тренинги продлятся до 30 апреля текущего года.